Сама Мария на выставку приехать не смогла, зато здесь собралась вся ее большая семья. В том числе и младшая сестра девушки, ставшая героиней одной из картин. Фигуристка в центре, поправляющая лезвие конька, как раз она. Дедушка Сергей Николаевич на полотно смотрит с любовью и гордостью, сразу за обеих внучек. Да, это ее сестра, она повела ее на тренировку, ну и там пока меньше тренировалась, значит она сделала вот эти зарисовки, которые потом превратились в картину. Там не прорисовывалось конкретно до конца, ну это же не портретное искусство, там прорисовывалась сама картина. Сейчас Мария Куржупова крымчанка, но родилась девушка в Курске. Когда ей исполнилось 5,5 лет, она пришла учиться в подготовительную группу первой детской школы искусств имени Сверидова. Вот пришел такой маленький лучик света, такая добрая, мягкая, спокойная девочка, которая в общем с большими-большими глазами смотрела на нас с уважением. Теперь все, что Мария видит своими большими глазами, переносит на холсты. Есть в ее экспозиции сюжеты на серьезные темы, например, вот история о людях Великой Отечественной войны. А это автопортрет, он о поиске своего пути. Но все же большая часть полотен, и это, очевидно, пейзажи с крымской природой. Она не может оставить художника равнодушным. Я еще не успела познакомиться со всеми жанрами, но я вижу, конечно же, разнообразие. Это и пейзажи с натуры, это живопись крымской природы. Я сама жила в Свостополе, рядышком с Машиным училищем, поэтому я узнаю очень многие сюжеты. Я узнаю краски Крыма, я узнаю воздушность в картинах, яркие цвета и, в общем-то, такое летнее свежее настроение. Я не помню того момента, чтобы Мария была без карандаша или кисточки. Сейчас Мария в начале своего творческого пути, она является студенткой третьего курса Крымского художественного училища имени Самутиша. Это училище с богатыми традициями художественными. Она пытается впитать в себя все, впитывает как ухо, как все, что ей дают преподаватели. И много, конечно, читает, много путешествует. Сейчас перспективной художнице 18 лет, так что высока вероятность, что ее работы еще не раз будут гостить в курских выставочных залах. А пока рефлексию можно посмотреть на Красной площади в Звездном до 3 апреля. Диана Пахомова, Роман Федорков. События дня.